Здравствуйте! В эфире программа «Ныне» в студии Валерия Астафьева. Сегодня в выпуске. По ту сторону дорогих ахтубинских похорон. Сомнительные схемы работы с клиентами и вымогательства в местной ритуальной сфере продолжаются. Красота спасет мир, а бесхозяйственность его погубит. Мы вышли в рейд по городу и запечатлели на камеру места, которые ахтубинцы облагораживают и заброшенные уголки. Добро пожаловать на рыбалку. Сегодня снято двухмесячное ограничение на любительскую рыбную ловлю. И обо всем подробнее. На пленарном заседании регионального парламента дан старт избирательной кампании в Думу Астраханской области и федеральный законодательный орган. О грядущих выборах, состоянии областного бюджета и мерах в отношении владельцев собак и вьючных животных наш первый сюжет. 18 сентября объявлены выборы, которые состоятся у нас на территории и выборы депутата в Государственную Думу, и выборы в наше законодательное собрание в Думу Астраханской области. Астраханцы будут выбирать своих законных представителей в федеральный парламент вместе со всей страной. Также 18 сентября состоятся выборы депутатов в 38 законодательных собраний России, в том числе и в Астраханской области. Министр финансов Виталий Шведов представил депутатам отчёт об исполнении областного бюджета за 2015 год. Впервые в соответствии с региональным законом прошли публичные слушания документа с участием общественности. Согласно данным, дефицит прошлого года – порядка 4 миллиардов рублей. Напомню, удар по местному бюджету нанёс закон, согласно которому налоги от добычи полезных ископаемых стали перечислять в федеральную казну. Сегодня и губернатор, наверное, не проходит неделю, чтобы не вёл переговоры наше правительство, депутаты Думы. Я лично по поручению губернатора в рамках комиссии по межбюджетному отношению, в которой я возглавляю предсоветие законодателей, наши депутаты в Государственной Думе, которые представляют Астраханскую область, и те, которые действовали, которые недавно заступил. Все мои объединены единой задачей для того, чтобы эту справедливость восстановить. Понимание, в том числе и в Минфине Российской Федерации есть сейчас, идет поиск вариантов разрешения, либо это изменение законодательства, что на самом деле пока представляется достаточно сложным, либо все-таки компенсация механизма, который в принципе существует и отработан, компенсация тех самых выпадающих доходов. Это принципиальный вопрос, подчеркнул председатель Думы, так как наш собственный внутренний экономический потенциал, в том числе малый и средний бизнес, работает эффективно, показывает рост, несмотря на трудности, в том числе снижение покупательского спроса. По данным Минфина, Астраханская область – один из немногих субъектов, где ВРП по итогам 2015 года увеличился. В целом по стране наблюдается уменьшение, и снижения экономического роста в регионе также нет, но и налогов нет. Ежегодно, в частности по итогам 2015 года и в текущем году, консолидированные сборы налогов в территории Астраханской области, поступления растут, и динамика роста составляет около 25%. Однако этот рост идет в федеральный бюджет. В основном это связано с увеличением поступления по налогу на добычу полезных ископаемых по углеводородному сырью. Это первый момент. И кроме того, то изменение федерального скандалиста связано с нефтедобычей на Гаспийском шельфе. Задача номер один – вернуть утекающие налоги в регион. Но учитывая общемировую ситуацию, это непростая задача. Поступило и еще одно предложение. Чтобы каждое предприятие, которое сегодня перешло из государственной собственности в частное или акционерное общество, оно давало прибыль и в бюджет городской, и областной, и тогда что-то получится. Что касается нашего внутреннего долга, за три года его удалось снизить на 3 миллиарда. Идет замещение коммерческих кредитов бюджетными. Положение, в котором оказалась областная казна с принятием федерального закона, заставляет местные власти идти по пути оптимизации. Оптимизация сегодняшней трактовки – тотальное сокращение. Оно затронуло все отрасли и органы государственного управления. Областная дума в общем потоке. Знаете, мы и в целом бюджет свой сократили уже почти на 20%. Мы снизили число работающих на постоянной основе депутатов. Это веление времени. Я думаю, что, наверное, когда-то с точки зрения равенства властей и представителей и исполнителей к этому вопросу мы вернемся. Но сегодня мы вынуждены именно таким путем идти. И да, режим экономии – это сегодня, увы, пока остается темой дня. Еще один вопрос, вынесенный на обсуждение депутатов, касается владельцев собак. Теперь выгул четверолапых без поводка в общественных местах запрещен. Ответственность предусмотрена из-за отсутствия предупреждающей надписи перед входом на земельный участок о наличии собаки. Норма направлена и на недопущение несчастных случаев, связанных с нападением животных на людей. Согласно еще одному изменению, в рамках коммерческой деятельности воспрещается катание наличных животных, не предназначенных для этого местах. В случае нарушения законодательства предприниматель будет оштрафован. Также закон обязывает прокатчиков убирать за парнокопутными. Теперь, конечно, слово за правоприменителями, за тем, чтобы мы контролировали его исполнение. Но в первую очередь все зависит от нас самих, от астраханцев, от того, как мы будем любить свой край, уважать себя и уважать окружающих. На заседании депутаты рассмотрели и изменения в государственную программу по развитию физической культуры и спорта. Объем финансирования вырос на 165 миллионов. Увеличение субсидирования предусмотрено за счет областных и федеральных средств. В рамках правительственного часа полномочный представитель губернатора Виктория Гурьянова представила депутатам информацию о результатах мер по сокращению расходов и содержания органов исполнительной власти и государственных учреждений. Ахтубинское телевидение неоднократно обращалось к теме хаоса, царящего в похоронной сфере города. Многочисленные жалобы в органы власти и прокуратуру касались недороговизны ритуальных услуг, необоснованности вскрытия тел умерших, откровенного вымогательства работников ритуальных служб при получении тел из морга. Общественный накал был столь высок, что потребовал объединения усилий исполнительной власти района, депутатов и правоохранительных органов. 30 марта под председательством главы Ахтубинского района Виктора Ведещева прошло первое межведомственное совещание. Результаты, которые подвели на аналогичном совещании через два месяца, были положительными. Массовые жалобы от населения перестали поступать, однако до полного порядка в делах похоронных еще далеко. В чем убедилась наша съемочная группа? Мы назвали нашу службу городской, потому что от 1 апреля 2016 года с муниципальным образованием города Ахтубинск заключен договор через пост проведения конкурса на предоставление права организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения при освоении статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования города Ахтубинск. Соответственно, согласно данному документу, я имею право назвать свое предприятие как городское по вопросам предоставления похоронного. В реестре предпринимателей города Ахтубинска, в рекламных баннерах и газетах у нас числятся и имеются две службы по исполнению ритуальных услуг. Пантеон улица Кирова 18, который назван специализированной городской службой, и Ахтубинская социальная ритуальная служба улица Железнодорожная 2. Наша служба оказывает комплекс ритуальных услуг, это то есть по захоронению тел, ну и также комплекс услуг по благоустройству, то есть захоронению могил, то есть уборка могил, восстановление холмиков, памятников и того прочего. Ваша организация называется Ахтубинская социальная ритуальная служба. Почему здесь слово социальная? Ну мы как бы, то есть, сделал анализ населения в городе и районе, мы пришли к выводу, что Ахтубинский район и целый город не способен, финансово обеспечен. Вот сама Астраханская область тоже там по благоуству, по благосостоянию стоит на одном из последних месяцев, так же как и Волгоградская область. Поэтому мы оказываем, так сказать, направление сферы деятельности на социальный, так сказать, ну наклон, то есть пенсионеров у нас много, поэтому как бы мы обозначили, то есть социальная служба, то есть и цены мы ниже рыночных. Руководители ритуальных ИП заверили нас о хорошем качестве услуг, приемлемых ценах на выполняемые работы и продаваемые ритуальные принадлежности. Изучая вопросы ритуальных услуг, мы обратили внимание на майский выпуск Ахтубинской доски объявлений. Требуются агенты для привлечения клиентов на оформление услуг по доставке тела в Мург полного комплекса по захоронению. Вознаграждение 2000 рублей. Что это? Что такое агент по ритуальным услугам? Что значит предоставление тела? И почему это за вознаграждение? Нет, почему? Дед за тело. А вот, читайте. Предоставьте телу в Мург. Да. Ну здесь как понять привлечение клиентов? Мы предлагаем людям, кто, например, знает, там, соседи умерли там или еще кто-то, то есть они дают нам информацию, то есть мы забираем тело, оформляем людей, и за предоставление такой вот информации, мы как бы, то есть для привлечения клиентов, мы людям, так сказать, оплачиваем вот это, можно сказать. Считаете ли вы в дальнейшем, что такое должно быть в рекламе или нет? Мы от него отказались. Мы как бы выставили, потом подумали, как бы, и сам мы откоряемся от этого объявления. Возникает риторический вопрос, за чей счет выплачивается вознаграждение? За счет индивидуального предпринимателя или клиента? Думаю, нетрудно догадаться. Единственный в районе и городе Мург нашей больницы и ранее являлся основным объектом манипуляций деятелей ритуального бизнеса. Что изменилось на сегодня? Мы спросили у людей, которых постигла утрата близких. Тело вашей сестры поместили в Мург. Как вы его получили? Как я получил? Мы, когда пошли в Мург, это значит 14 числа, они и говорят... 14 это за день до похорон? Да. Вот. И они говорят, что несите одежду, мы ее обмоем. А кто это Мил? Ой, вот этот, как его? Червоненко, да, простите. Червоненко. А кем он там работает? Я тут знаю. Он и находился напротив Мурга в этом сгоревшем. То есть он вам не представился, не сказал, кто он, а просто говорит, что мы все сделаем? Да. Почему командует в Мурге Червоненко? Что это за вагончик, мы выяснили у Сергея Николаевича, который согласился ответить на вопросы и камера не должна снимать его лицо. Это вагончик здесь был раньше этого, Мухаммедова, когда здесь все были ритуальные предназначения, гробы, кресты, венки. Сейчас этого ничего здесь нету. Они все отсюда вывезли после пожара. Немножко восстановили. Здесь сижу только я, больше никто. Просто они вообще не вывезли его отсюда вагончик. Понял. Сергей Николаевич, какую вы представляете организацию и что вы здесь выполняете, какие работы? Я работу выполняю, я представляю, и Пайка Ленина, выполняю подготовку тела к захоронению. Какие работы выполняю? Бальзамирование, тампонирование, мытье, бритье, дальше одевание. Дальше, если люди хотят, если у нас там в пресс-горанте дополнительные услуги по договору с людьми. Если они хотят, я беру, ну, человек укладываю в гроб, сверху делаю соборование, ну, все эти церковные предназначения, все это, как положено, венчики, все это ложу. И сколько все эти работы стоят? Вот, если все это полностью стоит 10 тысяч. Приемлемы или неприемлемы для людей данные услуги, но их ставят перед фактом. Или прими услугу, или за короткий период времени организуй все сам. В принципе, вы довольны или не совсем довольны от тем, что вас так обслужили? Ой, вы знаете, ну, как сказать. Если бы это он заранее нам бы сказал, мы бы людей нашли. А то уже четвертый день, и мы согласились на эту услугу. То есть заранее вас не предупредили? Нет, конечно, в день похорон вам сказали. В день похорон вам сказали. Или забирайте, или делайте сами. Вот эту, вас устраивает эта цена? Мы посмотрели, в точках стояли, что делать. Это надо было человека искать, нанимать, и мы согласились. Много нареканий в адрес ИП Калинина, от которого работает Червоненко, мы услышали в эти дни. Подготовка тела к захоронению, погрузка, разгрузка, соборование. От 8 тысяч 200 рублей до 10 тысяч рублей. В зависимости от того, как ты будешь отстаивать свои деньги. Но Сергей Николаевич заверил, что к его работе у людей претензий нет. Ко мне претензий ни разу не было. Люди в Китайске расписались. Претензий не имею. И все-таки, где проводят услуги по подготовке тела к захоронению, мы снова уточнили у Сергея Червоненко. А услуги по бальзамированию и по омыванию вы делаете здесь или где? Нет, у нас есть место, где мы это делаем. Потому что в морге запрещено. Мы человека вывозим, делаем, привозим обратно. Если не секрет. Ну это наше дело. Мы вывозим, делаем. Сергей Николаевич, вот я еще раз хочу тогда уточнить. Раз вы говорите, что у вас есть такое место, я хотел бы уточнить. То есть вы делаете это не в морге? Нет. Не на том столе, который есть рядом с холодильными камерами? Нет, нет, нет. Мы увозим человека, делаем и привозим. Для справки, съемочная группа посетила приемное отделение Артубинской районной больницы. Нам показали журнал приема и отпуска тел умерших из морга. Но документы, квитанции 051, 053, 054, где оказывались услуги Сергеем Червоненко, в журнале не значится, что их увозили, готовили и привозили обратно. Родственники расписывались, заполучение и тела были одеты. Волшебство. Хочется волшебства и в хороших делах. Вчера мы показали сюжет о дорожных знаках на Артубинских улицах. Некоторые из них практически утопают буйной зелень, деревьев и становятся недоступны глазу водителей и пешеходов. При этом за самими зелеными насаждениями в этих местах, как ни странно, никто не ухаживает. А вот в парках, где, казалось бы, каждый куст подлежит вниманию и уходу со стороны озеленителей, деревья чахнут и засыхают. Владислав Лихварь прошел по улицам города. Машкары на улицах города стало заметно меньше. От высокой температуры она спряталась в укромных местах. Пользуясь ситуацией, горожане, не круваясь от назойливых насекомых, вышли на улицы города. У всех дела, дела. Тем не менее, на просьбу корреспондента АТВ прокомментировать ситуацию с большим количеством сухих деревьев в городе, время на годе. Жильцы не хотят поливать деревья, они сохнут. Такая местность у нас, что здесь без воды расти ничего не будет. Если не будем поливать, ничего не будет расти. А почему не поливают? Они хотят. Хотя недомовые расходы на воду у нас идут, и мы оплачиваем эту воду. И потом домоуправление не следят, где сухостой стоит, мало следят. Вырежут одно, а остальные проходишь, остальные сухие остались. Вот на какое покажут пальцем, то срежут. А которые будут стоять, сами по себе так и стоят. Ждут, когда очередной буран подойдет, чтобы сломить их. На фоне буйной зелени, после дождливой весны, сухие деревья выглядят непритязательно. Увеличивают и количество несчастных случаев. Во-первых, все-таки эти деревья, они периодически требуют полива, а даже здесь все-таки редкий раз. И второе, я считаю, немаловажно, общая экология. Она общая для всей территории России, никуда не скрыться. Поэтому так много сохнет. Плюс уже старый очень. Срок этим деревьям максимум 30-40 лет. А сокаря, тополя и тому подобное. Я считаю, поэтому вот так. Потихоньку надо заменять то, которое засыхает уже, да, и сажать новые. Акция какая-то проходит, но втыкали прутики и разбежались. Во-первых, надо же от того, как ямку сделать, подготовить и так далее. И особенно первый год ухаживать буквально за каждым деревцем, как за ребенком. Годами стоят сухие деревья у аптеки по улице Волгоградской, военкомата, ЗАГСа, станции юных техников. А в парке районного дома культуры образовались на месте бывших посадок деревьев большие поляны. Высохшие выпилили, новые не растут. Да и как? Им полив нужен. Сейчас бригада по уборке сорной травы выкашивает бурный травостой после дождей. И деревья лишаются укрытия от солнечных лучей. Да, убирать траву надо. Когда она станет сухой, будет пожароопасной. Но выдержат ли деревья жару без естественной защиты от солнца? Отправимся в другой парк, на улицу Чкалова. В 60-е годы здесь было очень красиво. Сейчас здесь поляны из порослей дикорастущих деревьев и заросли сорной травы. Высаженные весной деревца не принялись. Не растут они без воды. Те, кто их сажал, тоже об этом знают. Выходили на субботники весело, дружно, тратили время, деньги. С надеждой на авось высаживали санженцы, выполняя постановление градоначальника. Вот у нас была такая ситуация. Сажали деревья, и вот ты посадил, четыре дерева должен посадить, посадил. А потом в конце дня дежурному показывают, что я их полил. То есть с таким трудом деревья-то здесь вырастают. Ну а если они трудно вырастают, то им трудно и жить. Поэтому за ними должен быть присмотр. Если хозяйской руки нет, то что получается? Дерево постепенно подсохло, а потом и до беды недалеко. Ветерок туда-сюда, вот оно и завалилось. Показывали же у нас по городу, сколько таких случаев было. Да я вот сейчас живу там, ветка одна, сухая уже у дерева. А пилить некому. Мне уже вроде не по возрасту лазить пилить. Съемку завершали, когда мы увидели у тропинки через парк самодельную скамеечку. А рядом небольшое деревце туи и несколько лунок с недавно высаженными цветами. Спасибо мальчику Кириллу и его дедушке за то, что они поливают деревья, сделали скамейку. Таких людей сейчас очень мало. Спасибо им большое. Недавно мы открывали в микрорайоне Лавочкино стелу, в честь Лавочкино. Посадили там деревца. И что вы думаете? Да их не поливали все лето. Сейчас все повысохли. То есть торжество прошло, закончились речи, а дальше ухода нет. А как-то нужна хозяйская рука, понимаете? Ну, как у себя дома. Не будет такого ухода. Да и толку не будет. Местный гнус Машка стала одной из тем авторской программы Татьяны Фоминой, которую мы показали в сегодняшнем эфире. И вот, похоже, в этом году окончание сезона Машки случится раньше. В столице нашего региона, по словам астраханцев, она уже закончилась пять дней назад. В Ахтубинском районе ее также значительно меньше, чем на аналогичный период прошлых лет. По предположению астраханского журналиста Олега Сараны, причина может быть в Маловодье 2015 года. Окончание сезона Машки совпало с окончанием нерестового запрета. Сегодня первый день снятия ограничений на любительскую ловлю рыбы. Половодье на Нижней Волге также закончилось. В Ишеастрахани на реках установился летний уровень воды. И к другим темам. Для ахтубинских школьников, которые не имеют возможности отдохнуть на Черноморском побережье, местное лето дарит все прелести полноценного отдыха. Ребята посещают подростковые клубы по месту жительства и участвуют в интересных конкурсах и играх. Не только развлекательных, но и спортивных, и патриотических. Подростковый клуб «Метеор», который находится в северной части города, никогда не пустует. Ребята приходят сюда, чтобы поучаствовать в различных мероприятиях. Наша сегодняшняя тема называется «Дружба – главное чудо». Мы хотим сплотить всех детей вместе, чтобы они жили в мире, в доброте, никогда ни с кем не ссорились. Они понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Вместе весело не только играть, но и рассуждать, дискутировать и что-то делать своими руками. Специалисты по работе с молодежью стараются объединить детей общим делом. Рассуждая на тему дружбы, те учатся общаться и уважать другое мнение. Дружба – это когда два человека дружат и не ссорятся никогда. Они всегда гуляют вместе, общаются больше всего, ходят в гости, в парки разные. Когда друг помогает другому другу, когда нелегко, когда ему трудно что-то сделать. Дружба – это когда весь мир дружит. В клубе «Старт» ребята стали участниками мероприятия патриотической направленности. Надо отдать должное его организаторам. Историю Великой Отечественной войны они представили в форме и викторины, давая девчонкам и мальчишкам возможность поразмышлять и правильно ответить на вопрос. К примеру, чтобы вспомнить, какая битва произошла первой – Сталинградская или Курская, надо было сориентироваться по датам и вспомнить школьные уроки истории. Впрочем, популярностью в клубе пользуются не только исторические темы. Дети также любят подвижные игры и занятия творчеством. Я больше всего люблю заниматься настольным теннисом. Поэтому ходишь сюда, что у тебя есть стол? Да, также шахматами. Я люблю поделки разные делать из холодного фарфора, из пластилина, из оригами. Я больше люблю заниматься настольным теннисом. Играть, рисовать и мастерить можно, конечно, и вне стен подросткового клуба. Специалисты, работающие с детьми, уверены, что самое главное для ребят – все же общение. Приходят в свободное от школы время, общаются, играют в теннис, поделки делаем, шахматы. Вообще, как бы провести время со сверстниками. А вот в подростковом клубе «Факел» мы застали ребят за очень творческим процессом. Они готовились раскрашивать подделки из соленого теста. Это из соленого теста. А кто его замешивает, это тесто? Ольга Николаевна. Она секретом с вами не поделилась, как это делается? Поделилась. А дома такое делаете? Да. Когда мы заместили тесто, надо вылеплять фигурку, которую ты хочешь, а потом ее высушить, чтобы она стала твердой, а потом раскрасить. Можно подарить или маме подарить. Наставники, работающие с ребятами, говорят, что едва успевают делать замесы, для которых нужны мука и соль. Впрочем, долго одним и тем же занятием ребят не увлечь. Так что приходится искать новые формы работы. Ежедневно для детей проводятся мероприятия. Им здесь не скучно. Мы проводим мероприятия и познавательные, и занимаются декоративно-прикладным творчеством, и играют в разные настольные игры. Подростковый клуб «Юность» расположен в Ахтубе. Это самое большое помещение, на базе которого проходят разные мероприятия, в том числе и спартакиада подростковых клубов. В день съемки здесь состязались в конкурсе на знание правил дорожного движения. В понедельник у нас азбука безопасности. Мы проводим либо пожарную безопасность, либо, как сегодня, правила дорожного движения. У нас есть же так правила поведения на водоемах, особенно сейчас очень актуально мы проводим. Это вот по понедельникам. Во вторник у нас игровая какая-то программа там, ну, просто развлекашка какая-нибудь. Либо это викторины у нас бывают, либо мы просто загадки загадываем. Но обязательно что-то у нас творческое. Специалист по работе с молодежью Асет Днижева – большая затейница. Организуя конкурс, она не только подготовила для ребят вопросы, но и решила испытать, помнят ли они правила правописания. Тему занятия она написала с ошибкой и ждала, когда же дети заметят такой ляп. Не сразу, но это произошло. Значит, с грамотностью все в порядке. Кстати, и с правилами дорожного движения тоже. Надо дорогу переходить по пешеходному переходу. На зеленый свет надо переходить дорогу. А на красный? Нельзя. Когда подходишь к дороге, надо посмотреть налево и направо. И если нет машин, можно переходить. А если нет, то надо остановиться и подождать, когда машины проедут. В июне из-за мошки ребята проводят свой досуг в помещении. Но в июле и августе большинство игр будет проходить на открытом воздухе. А значит, дети будут более активны, что только им на пользу. Завтра, 22 июня, в Ахтубинске, как и во всей стране, пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В этот день, 75 лет назад, началась Великая Отечественная война. Уже сегодня ночью, а вернее ранним утром, в 4 часа на Площади Победы состоится патриотическая акция «Зажки свечу памяти». В 10 часов здесь же пройдет митинг «Память в каждом сердце». В 12 часов стартует всероссийская акция «Гудок». В этот час автомобилисты останавливают движение и подают звуковой сигнал. В 21 час на берегу Волжского затона в Заречной части состоится возложение венков к памятнику речникам и кораблям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятные акции пройдут завтра и в школах, в учреждениях дополнительного образования Ахтубинского района. В память об участниках этих далеких страшных событий в небо будут выпущены шары и самодельные журавлики. И еще одна информация. Ахтубинское телевидение готовит к эфиру программу «Ничего кроме правды». Вопросы для главы района Виктора Ведещева принимаем по телефону 3-62-75, а также в виде СМС на номер 8-927-660-75-58. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok